Всем привет! Перед просмотром просим подписаться на наш канал и нажать на колокольчик. Создатель YouTube канала Pirate Dog Дэвид Макмиллан умер от редкого вида рака. Мужчине было 30 лет, пишет Mirror. В январе Макмиллан почувствовал боль в верхней части руки и в плече. Он объяснил ее тем, что на Новый год они с отцом соревновались в армрестлинге. Однако боль не утихала, поэтому мужчина решил обратиться к доктору, но не смог попасть на прием из-за коронавирусных ограничений. В апреле состояние здоровья блогера серьезно ухудшилось. В итоге ему удалось попасть в больницу, где ему диагностировали редкую форму рака, опухоль, зародышевых клеток. Макмиллан решил не сдаваться и прошел курс химиотерапии, однако к началу октября медики поняли, что не могут спасти его. 8 октября блогер умер на руках своей матери. Я думаю, если бы он попал на осмотр, мы бы раньше обнаружили опухоль, сказала женщина. Она добавила, что ее сын вел здоровый образ жизни и никогда не жаловался на проблемы со здоровьем, поэтому рак стал его безмолвным убийцей. Мать Макмиллана также призвала молодых людей не откладывать обращения за медицинской помощью, несмотря на пандемию. Ранее врач и телеведущий Мясняков призвал россиян изменить отношение к раку. Страх перед раком врач назвал иррациональным. По его мнению, многие люди боятся не смерти, а точки отсчета, которой становится диагноз. Он подчеркнул, что сегодня чаще и чаще возникают ситуации, когда онкология не ограничивает продолжительность жизни и не становится смертным приговором. 16 октября известный украинский фитнес-блогер Дмитрий Стужук скончался в возрасте 35 лет вскоре после того, как у него выявили коронавирус. О смерти Стужука стало известно в пятницу. Его бывшая супруга София сообщила об этом в Инстаграм. «Димы больше нет с нами. Его сердце не выдержало», написала она. Сам Стужук ранее сообщал о том, что во время отдыха в Турции он почувствовал себя плохо. У мужчины начались проблемы с дыханием, появился кашель, однако при этом температура оставалась в пределах нормы, сообщает Спорт24. Вернувшись после отдыха на родину, он сдал тест на коронавирус, который оказался положительным. Проблемы начались на девятый день. Стужук с трудом дышал с помощью маски, в итоге прибывшие медики приняли решение о госпитализации. Однако в больнице блогер впал в кому, из которой уже не вышел. Режиссер, основатель первого российского частного театра «Тень» Илья Эппельбаум умер на шестидесятом году жизни. Об этом в Фейсбук сообщил Лев Рубинштейн. Илья Эппельбаум. Илюша. «Больше нет его, моего дружка, собеседника, соавтора, фонтанирующего идеями одна другой невероятнее. Ужасное горе для всех нас, для родных, для друзей театра, для меня лично», сказано в «Некрологе». Далее писатель обещает обязательно еще написать об Илье, которую он сыграл в современном театре. Но позже. Сейчас трудно говорить, сейчас трудно, невозможно говорить о нем в прошедшем времени. Его отсутствие совершенно непредставимо, подытожил Рубинштейн. Как писатель уточнил в комментарии ТАСС, причиной смерти режиссера стали осложнения, вызванные коронавирусной инфекцией. Илья Эппельбаум родился 21 июля 1961 года. Окончил Московское высшее художественно-промышленное училище имени Строганова. Тень, Московский театр теней, кукол и синтетического жанра, был основан в 1988 году Эппельбаумом и Краснопольской и неоднократно удостаивался высшей театральной премии «Золотая маска», был лауреатом международных театральных фестивалей. Вместе с краснопольской режиссер поставил спектакли «Волшебная дудочка», «Сказка без названия», «Щелкунчик», «Балет бумажных теней», «Красные шапочки», «Гамлет для малышей», другие. Несколько минут назад журналисты сообщили печальную новость, не стало матери Федора Бондарчука. Актриса ушла из жизни в возрасте 93 лет. Причина смерти пока не называется. О трагедии в семье Федора Бондарчука сообщила пиар-директор его компании Art Picture Studio Мария Далакин. Да, факт смерти подтвердить можем. Дата и место похорон неизвестны еще. Причина смерти тоже, поделилась она. Печальную новость также опубликовали в социальных сетях студии. Поклонники артистки выражают слова скорби близким покойной. Очень печально. Уходят наши легенды. Соболезную родным и близким, Федору Сергеевичу искреннее соболезнование. Упокой Господи ее душу, пишут пользователи сети. Ирина Скопцева родилась в Туле в семье научного сотрудника главного управления метеослужбы Константина Алексеевича и архивного работника Юлии Николаевны Скопцевых. Окончила среднюю школу и поступила на искусствоведческое отделение исторического факультета МГУ. В годы учебы играла в студенческом театре. По окончании университета поступила в школу-студию МХАТ «Курс Александра Карева». В кино дебютировала в 1955 году в фильме Сергея Юткевича Отелло в роли Дездимоны. В 1956 году фильм участвовал в основной конкурсной программе Каннского кинофестиваля и был удостоен приза за лучшую режиссуру, а сама Скопцева – звание «Мисс Шарм» Каннского кинофестиваля. С 1956 года состояла в труппе театра студии киноактера. Со своим будущим мужем Сергеем Бондарчуком Ирина Константиновна познакомилась, будучи еще студенткой школы-студии МХАТ. В 1959 году они поженились. С 1970 года вместе с Бондарчуком вела актерскую мастерскую во ВГИКе «Доцент». Скончался бывший басист и вокалист группы «Кинг» Кримзон Гордон Хаскелл. Сообщается, что музыканту было 74 года. Хаскелл участвовал в записи двух студийных альбомов группы Cadence & Cascade и Lizard. Вскоре после записи последнего альбома от основателя «Кинг» Кримзон ушла вся группа. После окончания работы с группой Хаскелл переключился на запись сольных альбомов. Музыкант записал более 13 дисков. Ранее сообщалось, что в возрасте 73 лет умер Ли Керслейк, знаменитый британский барабанщик, игравший в рок-группе Урио Хип. По данным прессы, причиной смерти музыканта стало онкологическое заболевание. Он страдал от рака простаты. Информацию о смерти Керслейка подтвердил автор песен Урио Хип Кен Хенсли. Субтитры создавал DimaTorzok